Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». О моем герое говорят, он любит пощекотать себе нервы и жить на острие. Отчасти к этому обязывает профессия. Знакомьтесь, Сергей Королев. Знакомьтесь, Сергей Королев. Потушить костер или даже разгоревшееся полотенце на кухне может любой из нас. Но когда речь идет о полномасштабном пожаре, тут в бой со стихией вступают отважные профессионалы – пожарные. Это очень великие, большие люди. И они очень много делают, просто это никто не видит. Один тот факт, что мы едем туда и идем туда, откуда все бегут – это уже как бы нонсенс. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести. Но самое трудное – это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. Еще в детстве я слышал о пожарной охране, что очень сложно туда попасть. Сергей Королев и не думал, что однажды не только будет работать в самой лучшей пожарной части города, но и возглавит список наград, завоевав почетное звание лучшей пожарной Рязани. Началось все, если не ошибаюсь, с этой грамотой. Это когда я начал занимать первые результаты на зачетах. Занял лучший пожарной Рязани и решил попробовать лучший пожарной ЦРЦ 17 областей. Мимо результата теперь ни один сотрудник не пройдет. Шутка ли – второе место? Как бы пафосно ни прозвучало, но на этой службе случайные люди не задерживаются. У кого не спроси, кто 10 лет работает, кто 20. Все друг друга знают. Все, можно сказать, одной семьей здесь живут. Сутки целые здесь. Сам Сергей пришел в 2005 году. К тому времени и ПТУ закончил, и в армию сходил. А потом был случай, о котором он предпочитает умолчать перед журналистами. Но, возможно, отчасти именно он сыграл значение в его выборе. О чем думаю? О том, лишь бы ложный. Лишь бы ложный вызов. О чем думаю? Если не ложный, то быстрее бы доехать, успеть, чтобы не успело разгореться. По мнению врачей, каждый выезд на пожар по своему негативному воздействию на организм человека равносилен прединфарктному состоянию. Никогда не знаешь, насколько велико будет человеческое горе и сколько жизней унесет огонь. Хватаешь ее и несешь. А там некогда. Как-то объяснишь в дыму. Тот же живой случай вам расскажу. Люди приходят со свадьбы, все навеселе, все разодеты. И видят то, что приходит, а приходить некуда уже. Все. Одни главешки стоят. Вот это, конечно, очень трудно все видеть. Он не стал кривить душой и говорить, что ни разу не хотел что-то изменить. Но в этом и есть сила духа, когда понимаешь, насколько трудно и задумываешься, а может хватит, ноги сами несут и опять ждешь тревожного сигнала. Несколько лет я не понимал, как можно быстрее одеться, как завязать веревку. Потягивался я всегда на хорошо. Я еще чуть-чуть подработал на собой, еще стал больше потягиваться. Как на лестнице быстро так бегать на штурмовой. Все оказалось проще, говорит Сергей. Тут дело не в способностях, а в том, сколько часов готов отдать на тренировку. Надел боевую одежду 300 раз, на 301-й уже не заметишь, как сократишь дорогие секунды. Меньше минуты. У нас даже норматив есть такой. Выст по тревоге. То есть одеваем боевую одежду быстро, где бы мы ни находились, садимся в автомобиль и выезжаем за ворот. Засекаем время. Ну, поехали. Это весомый контраргумент для тех, у кого поворачивается язык, говорить, что пожарные не приехали или приехали, но без воды. Они так же, как люди любой другой профессии, работают с теми ресурсами, которые есть. Например, сегодня дежурят три расчета. Выезжает личный состав на пожар. Здесь у нас веревка, сцепка звена, ствол, фонарь. Наше последнее, можно сказать, поступление. На шассе вездеходы автомобиль ведет личный состав и доставляет к месту пожара 5,5 тонн воды. С собой рукава разных диаметров и инструменты для вскрытия и разбора на пожаре. Шланги высокого давления подсоединяешь. То есть обучиться на эту вещь надо. Еще одна ласточка наша, 50-метровая лестница, предназначена для наших рязанских небоскребов. В принципе, мы перекроем 17-18-20 этажей этой лестницы легко. Вот, например, веревочка у нас. Сматана определенным образом в клубок. Чтобы при размотке было удобно ее размотать. Она сама выпадет. Если правильно ее достать, кто знает, не всю ее разматывать, узелки разматывать. А то есть нам что нужно? Быстро, оперативно размотать ПТВ. Это на случай, если нужно спустить человека с верхнего этажа или спастись самому. Но, по словам самих пожарных, легче ворваться в пылающую квартиру за пострадавшим, чем шагнуть одному с подоконника. Это вот то, на чем мы работали и тушили много лет. Теперь у нас в резерве. И, кстати, когда пожарные спрашивают, где ближайший источник воды, это значит, что помощь будет удвоена. В их распоряжении парные машины. Одна для тушения, а вторая для водонабора. Этот сосед тоже на шасси вездехода предназначен для тушения крупных пожаров в лесу или на торфяниках. Машина, с помощью которой был локализован не один пожар, в том числе на нефтезаводе. На нем стоит насосная станция и способен перекачивать воду, подавать воду со скоростью 110 литров в секунду. То есть 11 литров в секунду он обеспечивает подачу воды. Есть и еще один старенький собрат. Везет 7 тонн воды. С ним не страшно и в безводный район. Везет много воды, много пожарно-технического вооружения и спасательного вооружения. Самым сложным был 2010 год. Июнь прошел в обычном режиме. А вот с июля началось. Это вот было начало всех пожаров. Я дежурил сутки. Я не скажу вам точно число и день, но в этот день было вызовов. У меня никогда не было столько вызовов. Мы только приезжали, раздевались, опять тревога, опять уезжаем. Горело все, не то что трава. Хоть и был июль, все подсохло кругом. Нет, горели машины, квартиры, сарай. Все подряд горело. И на следующее утро мы узнаем, потому что сало очень загорелось. Через несколько дней они работали уже в режиме ЧАЭС. А степень опасности? У Сергея на этот счет философский подход. Погибнуть можно и в ДТП, и просто на улице. И здорово, что проходящие мимо пожарной части мальчишки, тяготеющие к компьютерным технологиям и карьере бизнесмена, все чаще интересуются работой пожарных. У меня такого не было в их возрасте. Вот пожарные там, ну что, в какой-то степени герои. Пятилетний сынишка Сергея на папиной работе, конечно, был. Но сегодня она ассоциируется только с большими яркими машинами. И папа пока не знает, что сказать, если мальчик захочет пойти по его стопам. Мне кажется, лучше нет. Нет, нет. Между отважным и родительским сердцем большая разница. А отвлекаться помогает недавно освоенная хобби. Каждый год, вот уже пять лет, они с другом покоряют масленичные столбы. На следующий год два столба у нас было. Это Соборная и Поляна. Третий год три столба. В этом году Сергей покорил и четвертый. Стоит ли удивляться, почему караул с такими-то бойцами всегда в первых рядах? Самое главное – найти свое место. Конечно, свое. Нужно просыпаться на работу с улыбкой. Я просыпаюсь с улыбкой и хочу идти на работу. Приходите к нам чаще. Показывайте ребят чаще. Их должны видеть дети, школьники и вообще население. Что мы есть, что мы работаем для вас. И, в общем-то, всегда рады прийти на помощь. Главное – этой помощью не злоупотреблять. Их ведь тоже каждый день кто-то ждет дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова